Привет! Непривычный ракурс получается, да? Отличное было бы видео для анонса какого-нибудь там своего англифанца. Ну, чисто лежу на кровати с тобой. Просто на стрессе какой-то идиоткий смех, может быть. Какие-то странные высказывания. Для тех, кто не сидит почему-то в моём телеграме, рассказываю, почему я вообще не в своей комнате, а вот где-то в странном месте. Всё дело в том, что мы улетели в Москву и хотели тут пожить несколько месяцев. И всё так совпало, что именно в этот момент появляются новости о блокировке и замедлении, сперва замедлении, потом блокировке, Ютуба и о проблемах с Бусти. На самом деле я была удивлена, потому что новостей было довольно много, но, как оказалось, не все увидели эти новости. И, например, когда я разговаривала со своими родителями, они были в шоке, ведь не знали даже, что с Ютубом что-то происходит. И сейчас в этом видео просто хотелось бы с тобой поболтать вот так вот с глазом на глаз. Конечно, я могу вот так снова лечь... Хороший ракурс. Что я планирую делать? Раз уж так всё получилось, что мы прилетели в Москву, а с Ютубом непонятно, что происходит, мы долго думали, оставаться здесь или нет, и решили вернуться в Уфу. Именно поэтому в ближайшее время мы возвращаемся, и я продолжаю снимать, как снимала и раньше. Да, может быть, сейчас Ютуб работает медленнее, у кого-то ролики вообще не загружаются, но почему я должна останавливаться? Я буду стремительно продолжать записывать контент и выкладывать его. Единственное, что попрошу вас подписаться на Телеграм, потому что если в какой-то момент Ютуб реально заблокируют, а вы не используете всякие там методы, не будем про них сейчас говорить, то вы не сможете смотреть мои видео. И зайдите хотя бы в Телеграм, там мы соберёмся и сориентируемся, что будем делать дальше. Помимо проблем с Ютубом, там же проблемы сейчас какие-то и сложности с Бусти. Пока, вроде как, спасибо и на этом, Бусти не замедляют, не блокируют, просто там сменился владелец. Я, как вернусь в Уфу, буду продолжать снимать видео. Я вам задолжала на Бусти много чего. И Берсерка, и Дом совы, и Стар против сил зла. Я всё это знаю и всё это отработаю. Ребят, в Москве было весело. Мы много куда ходили, много с кем встретились. В Уфе всего этого не будет. Именно поэтому я и хотела пожить в Москве. Прочувствовать вот всю эту жизнь. Но обстоятельства вот таким образом сложились, то что мы не выдержали стресса, не выдержали вот этих всех новостей, и приняли решение сейчас вернуться. Может быть, в октябре-ноябре новости будут более оптимистичными, и мы сможем снова вернуться в Москву, попробовать здесь снова пожить. Но пока не знаю, загадывать не будем. Я не знаю, что могло бы быть альтернативой Ютубу. Долго об этом думала, но сейчас какой-то сайт, платформу назвать не могу. Но в то же время я проводила стримы раньше, и буду продолжать. Твич хотя бы спасибо не блокирует. И, скорее всего, стримить буду еще чаще. Ну, как вернусь в Уфу. Поэтому на Твич подпишись. Там реакции будут, и игровые прохождения, и просмотры о няме, и не только. Я очень люблю Ютуб. И буду надеяться на то, что с ним все будет хорошо. Эта платформа изменила мою жизнь. И именно благодаря Ютубу моя жизнь такая, какая она есть. Если посмотреть на меня 9 лет назад и на меня сейчас, это два абсолютно разных человека. И все это в моей жизни произошло именно благодаря Ютубу. Я просто буду надеяться на то, что будут эти замедления, но потом все решится, и его не заблокируют. Если говорить про другие платформы, может быть, я и найду что-то, какую-то платформу, куда перейду в будущем. И об этом, опять же, сообщу вам в Телеграме. Так что давайте надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. И собираться все вместе, чтобы я вас не потеряла, а вы не потеряли меня. Всем добра. Ловите половинку сердечка. Вторую не смогу показать. Всех целую. Берегите себя обязательно. Заботьтесь о себе. И всем пока.